Доброе утро, девочки, мальчики. Еду с работы и, конечно же, решила заехать в Хуману. Это, наверное, одна сеть, которая работает в эти праздничные дни. Делали рассылку, какие-то небольшие скидочки они там делают. Ну, идемте, приглашаю вас в Хуману. Вышла из Хумана, пришлось надеть шапку, потому что после работы, конечно, вид на Мадрид. Но очень довольна. Купила несколько вообще очень интересных вещей шерстяных. И все буду показывать дома. Это верхняя одежда, очень интересная куртка, интересный кейп. Все покажу уже по приезду домой. Все сниму, все покажу. Все до обзорчика. Всем привет. Это уже второй день. Заскочу сейчас в магазин. Здесь я забыла, как он называется. Удяг на Вагу, в Свитце Кондхенду. Стою, смотрю на вывеску. Свитце Кондхенду. В Хумане я была. Покажу вам покупочки. Очень довольна своей поездкой в Хуману. Забегаю сейчас в Свитце Кондхенду. И тогда уже все вместе покажу и расскажу. Побежали быстренько со мной. Доброе утро. Это уже второй день. Выехала забежать в планету Свитце Кондхенду. Стою вот напротив магазина. Читаю все время. Забываю его название. Вот. Давайте сбегаем с вами быстренько в этот магазинчик. Потому что завтра мне на работу. Потом магазины все будут на локдауне. Пару недель. Поэтому будет длительный перерыв. Но ничего. Мы с вами будем разрывать мой гардероб. Ну все. Побежали. Побежать мы с вами побежали. И быстренько выбежали. Все. Уже магазин закрыт. Короткий день. До 25-го часа. Все магазины закрыты. Поехали смотреть, что я купила вчера и сегодня уже с утра. Это была Хумана. Тоже закрывается до 25-го. Все. Давайте. Обзорчик будет. Так. Ну вот и начинаю обзорчик. Покупок моих за два дня. Попала я только в магазинчики сети Хумана. Все остальное вот сегодня уже с полдня было закрыто. Какие-то магазинчики даже не выходили. Какие-то сети даже не выходили с рождественских каникул. С новогодних так и не открылись. Что будет завтра. Не знаю. Это смарт-стор. Смарт-стор был закрыт еще. Вообще с нового года. И я была в двух магазинах. За два дня в двух магазинчиках Хумана. И покажу вам, чем меня порадовала Хумана. А она меня, конечно, немножко порадовала. Вот это вот водолазочка. Она такого приглушенного красного цвета. На видео она чуть ярче, чем есть на самом деле. Чуть цвет такой вот потемнее. И стопроцентного шелка. Вот такая вот красотка. Попалась мне первый раз. Шелковая вещь. Ну, вот такого плана. Я взяла несколько пар шерстяных мужских брюк. Который очень спокойно, очень свободно можно стилизовать и внести в женский гардероб. Вот такие вот классные-классные. Абсолютно новые серые брюки. В ненавязчивую такую тонкую бежевую полосу. Это стопроцентная шерсть. Они в идеальнейшем состоянии. Очень красивый фасон. С защипами. С косыми карманчиками сбоку. Но они просто-просто идеальные. Просто. Продолжаем дальше. Показываю вам вот такой комплект. Чтобы было понятно, как все эти вещи смотрятся. Не просто на манекене. Вот такой кардиган. Обалденный кардиган. У нас шести вот таких вот красивенных металлических пуговичках. Здесь 30% всего шерсти. 70% акрила. Но он просто невероятный. Он очень мягкий. Он крупной вязки. Вот то, что сейчас самое то. Он не висит никаким вот таким вот тряпочком жестким. Держит форму. Он с двумя карманами. Вот такой обалденный просто кардиган. Он невероятный. Надела я его под все те же мужские брюки. Брючки другие. Я имею ввиду все те же мужские брюки. И 100% шерсти. Вот такого вот красивого серо-коричневого цвета. Нейтрального абсолютно. Идеального качества. Вот такие сбоку прорезные карманчики. Брючки тоже с защипами. Снизу у них манжеты. Они чуть заужены книзу. Брюки просто отменные. И посмотрите, как классно они смотрятся с кардиганом. Надеть классные ботинки. Ну, в общем, очень мне понравились эти вещи. Я их с удовольствием приобрела для своего магазинчика Instagram. Вы же помните, что у меня есть Instagram-магазинчик. И все эти вещи, которые я покупаю не для себя, они будут выставлены в продажу. Вот такой вот идеальный комплект. С очень хорошим составом. Продолжаем дальше. Представляю следующую двойку. Это жилет. Сумасшедшего такого цвета. Марсала, что ли. Вот на таких вот роговых пуговичках. Жилет 100% шерсть. Вот такой вот. Не короткий. Хорошая длина. Вот такой вот жилетик. Он без кармана. Я его укомплектовала вот такими мужскими черными брюками. Это брюки. 100% шерсть. Эти брюки я купила для себя. Они хорошо на меня сели. Они тоже с манжетом внизу. Вот. Идеальные. 100% шерсть. Брюки. Нашла для себя. Слава Богу. Очень этому довольна. Очень этому рада. Потому что мои подписчики, мои покупатели меня слегка покритиковали за то, что у меня много очень синтетических брюк. Да, есть у меня синтетические брюки. И они имеют место быть. Все вот эти стрейчи и все остальное. Но вот такие вот хорошие 100% качества я тоже себе приобрела. Благодаря вашим подсказочкам, вашей критике. Посмотрите, пожалуйста, на эту красоту. Я просто от этой вещицы в полном шоке. Это кейп. В составе здесь 50% шерсти. Полиэстер и вискоза, по-моему. Да, в шерсти здесь 50%. Вот это то, что я точно могу вам сказать. Это кейп размерчики L от Вера Мода. Он в идеальнейшем состоянии. Просто в идеальном. Вот его просто надевайте и идите. Вот такие пуговицы здесь по трипуовички с каждой стороны. Под вот этим вот, ну якобы рукавчиком. Кейп просто идеальный. В идеальном состоянии. Состояние нового. Размерчик L. Я от него просто без ума. Он на меня мал. К сожалению. Я бы с удовольствием поносила вот такую стильную вещицу. Под красивую обувь. Ну, в общем, становится плохо видно. На улице так пасмурно, темно. Вот, в общем, и такая вот классная попалась мне вещица. Просто невероятная. Короче, манекен, потому что уже, когда подхожу сзади к манекену, уже ничего не видно. На улице очень пасмурно. Хотя только три часа. Начало четвертого. И уже неприятно. Вот такой вот кейп. Вот так вот он выглядит сзади. В свой обзорчик хочу продолжить. Вот такой вещица. Тоже оригинальная. Мне очень повезло с верхней одеждой. Вот такая куртка от Echendem. Куртка тоже 52% здесь шерсти. И остальное, по-моему, вискоза. Вот такая красотка. Она застегивается на замок. Вот так вот. У нее два кармана прорезных прямых. Два кармана прорезных, косых. Но они еще даже не вскрыты, не распороты. Плечо вот здесь сделано вот так, с погончиком. Вот здесь заложены склады большие. Длинный рукав. Вот этот вот воротничок из искусственного меха, он на пуговицах, он полностью снимается очень легко. И куртка останется без воротника, если вы любите. Куртка просто невероятная. Я такой вещи вообще не видела ни на ком еще. Просто очень интересно. Вот так вот будет выглядеть воротничок, если вы снимете мех. Мех здесь не такой вот совсем некрасивый чебурашка. Мех вполне себе достойный, приличный. Он не сильно блестит. Такой вот скромненький. Поэтому, в общем, кому как нравится, его можно поменять на натуральный. Можно оставить так. Можно без воротничка меха. Вот такая классная-классная куртка. Тоже на меня мала. Сейчас я вам покажу ее со спинки. Вот спинка этой куртки. Вот такая она. Слегка объемная, ровная. И объемная она за счет того, что вот и спереди, и сзади здесь вот такие в районе рукава склады. Вот так она выглядит. Смотрится куртка очень красиво. Очень красиво. Продолжаем обзор. Хочу показать вам вот такое женское пальто. Здесь 60% шерсти, 30% полиамида и 10%, как они пишут, других примесей. Шерсти, напомню, 60%. Бренд Дистрикт Норбру. Не нужно путать с брендом Дистрикт Российским. Там немножечко в написании другая буква К, вторая. Вот. Это голландский бренд. Пальтишко отменное. Пальто просто ровное. В длине миди. Хорошая миди, а на невысокую девушку. Даже макси с родным поясочком. Прорезные карманчики сбоку. В идеальном состоянии. Пальто не плотное, пальто не зимнее. Ткань сама тоненькая, на подкладочке, без утепления. Вот такое вот классное-классное пальто. В идеальнейшем состоянии. В идеальном. Вот так пальто выглядит сзади. Абсолютно ровненько, без разрезов, без шлиц, без ничего. Просто ровненькое, длинное, красивое пальто. Продолжаем обзор. Еще одно пальто. В длине миди. Хорошей миди, а то и макси. На невысокую девушку. Это пальто женское. Оно темно-темно-синее. На ощупь вообще кажется, что оно кашемировое. Но оно из стопроцентной шерсти. Двубортное, ровное. В карманчике вот здесь был вот такой специальный платочек. Я полезла, думала, что там такое мешается. А здесь, оказывается, платочек к этому пальто идет. В идеальном состоянии. Стопроцентная шерсть. Вот такое классное-классное пальто. Темно-темно-синее. Мне прям повезло. На верхнюю одежду. Вещи просто идеальные. Идеального качества. И очень красивые. Выглядит сзади. Здесь есть высокая шлица. Вот такие широкие, расширенные подплечниками плечи. Пальто просто обалденное. Продолжим. Мои поиски для себя идеального мужского пиджака с хорошим составом, с хорошим принтом привели к тому, что я нашла их четыре. Все взяла, все буду показывать. Не все мне подошли по размеру, но взяла все, потому что эти пиджаки оставлять было невозможно. Вы посмотрите на эту гусиную лапку. Она сегодня будет в изобилии в разных вариантах. Вот такая гусиная лапка. Вот такое сочетание. Темно-синие с бордо, с каким-то рыжеватым, сероватым. Вот такой вот идеальный пиджак. Я его скомпоновала с юбкой. Трикотажная юбка. Сейчас покажу вам. Не расстегну. Трикотажная юбка. Темного-темного такого цвета винного лимасала. Она вот такой вот вязкий врубчик в резинку. Здесь 40% шерсти, 60% полиакрила. На ощупь очень приятная в длине макси. Вот такая классная-классная юбочка. Она на резинке. Очень хорошо будет ботинками. С грубыми же, с пиджачком. Сейчас я немножечко украшу этот образ. Как вам вот так? Если надеть ремень на пиджак. Ну, по мне, так очень-очень-очень прилично. Очень красиво получилось. А как вам вот этот красавец? Я просто в захвате от него. Сочетание черно-бело-желтый или горчичный. Он смотрится просто потрясающе. Накладные карманчики. 2. 1 на грудной. Все как обычно. Рукавка на пуговичках. В предыдущем тоже на рукаве пуговички. Ткань такая приятная. Не очень толстая. Не очень плотная. И сзади две боковых шлицы. А если эти шлицы еще... Ну, это совет великого передельщика. Вот здесь проложить рядок пуговичек по три. Он будет вообще придать им немножечко женственности. Конечно же, подставные плечи. Ну, просто. Просто. Я не знаю. У меня нет слов. Но этот жакет тоже на меня маловато. Вот посмотрите. Ну, вот разве он не красавец? Он просто красавец. Тоже шерсть. Тоже шерсть. Вот такой. Все замеры, все размеры. Все будет в магазине. Фотосостава. Чтобы вы понимали, что я не придумываю ничего. Поэтому, кому интересно, кому понравится, пожалуйста, заходите в магазин. Там будет все это выставлено. С ценами, с составами, с замерами. Вот с этим жакетом я вас не обманула. Мало того, 60% шерсти, 30% шелка и 10% кашемира. Ну, вот недаром мне так нравится. Купила сегодня вот такое платье. Полностью на застежке, на пуговицах. Вот и чендем. Здесь 70% вискозы, 30% полиамида. Оно идеально новое. Оно трикотажное. Вязаная вот такая лапша-вязочка. Рукавчик реглан. Оно хорошего, большого размера. Я его в примерочные примеряла на себя. Но там трудно понять. Примерочные маленькие. Вот. Но приблизительно моего размера. Если я себе его не оставлю, он будет в магазине. И все замеры будут там, цены будут там. Платье в идеальном состоянии. Платье абсолютно новое. Красивого-красивого цвета. Темного шоколада. Вот такая вот обалденная длина. На повыше, на девушку будет миди. На пониже будет макси. Или же такое хорошее миди. Так, третий жакет, пиджак. Хочу вам показать. Этот размер очень большой. Этот пиджак для меня хорошо-хорошо оверсайз. То есть, даже, наверное, слишком. Он в таких приглушенной серая клетка. Очень приятный. Сто процентная шерсть. В идеальном состоянии. Все как обычно. Проездные карманчика два по бокам. Один нагрудный карманчик. Вот такая белая подкладка. Рукав с пуговичками. Очень-очень мягкая ткань. Но стопроцентная шерсть. Идеального качества. Это понятно, да? Как она на ощупь. И сзади две боковых шлицы. Очень достойный пиджак. На большой размер. Если девочки крупненькие. Вполне себе. Будет прилично. Вписать очень хорошо его в гардероб можно. Я сейчас его сниму для вас. В дамском варианте. С ремешком. Посмотрим. Вот так. Будет смотреться под ремень. Мне очень нравится. Мне очень. На меня он велик. Я его, конечно, схватила. Примерила. Мне показалось, что нормально. Но дома я посмотрела. Ну, очень-очень оверсайз. Излишне. Поэтому должна быть девушка покрупнее, чем я. Ну, или мужчина. Если мужчина носит пиджаки. Это, конечно, идеальный вариант. Просто идеальный. Мои дорогие девочки, мальчики, подписчики. Начинайте меня ругать. Вот такой образ. Я сегодня, это сегодня, в одном магазине собрала себе. Ткани здесь ненатуральные. Здесь в основном вискоза. Штанишки с поли... Вискоза основная, как бы, процент вискозы. Полиэстер эластан. Вот такие, болотного цвета. Обалденные штанишки. Зауженные книзу я себе взяла. Дополнила я этот образ вот такой вот футболочкой. Она тоже здесь вискоза в основном. Вот такая, с коротким рукавом. Эти вещи даже одного бренда. Ну и... Та-да-да-дам! Вишенка сейчас будет на торте. И вот это мой идеальный мужской пиджак. Здесь тоже что-то похоже очень на густиную лапку. Вот такая шикарная клетка. Здесь много цветов. Здесь бордо. Здесь болотный. Черный. Ну, в общем, вот этот комплект полностью собрала себе сегодня. Безумно нравится мне это то, что я подобрала вот эти вещи. Прям буквально готовый лук. Сейчас я надену ремень на пиджак и покажу вам еще дополнение к этому образу, купленное только вчера, не сегодня. Вот так я стилизовала мужской пиджак для себя с этими брюками, с этой футболкой. И, конечно же, вы могли догадаться, что здесь не хватает обуви. Я вчера себе купила вот такие вот потрясающие сапоги-чулки. Сейчас я возьму в руку, покажу вам ближе. Вот эти вот вставки из темно-темно-винной и натуральной кожи. Это лаковая, это натуральный лак. Вот это натуральная кожа. Вот на таком квадратном каблуке. Они в идеальнейшем состоянии. Они практически не ношеные. бренда Джуллис. Скажу честно, вверх не совсем меня устраивает, потому что перетягивает мне ногу. И получается такая перевязочка, сарделечки. Из этих стопок, скорее всего, я сделаю вот такой средней высоты ботинок. И вот, конечно, он будет смотреться, мне кажется, по-другому, намного красивее. Здесь вот такой вот мысок квадратный. Нереальный. И вот так смотрится пяточка. Вот такие. И вот здесь я их вижу. Как-то средней длины ботиночки. Вот к этому образу. Ну, а вы мне напишите, пожалуйста, свое мнение. Конкретно вот то, что я покупаю для себя. Мне безумно нравится этот образ. Просто безумно. Сапожки переделаю, покажу. Это вообще не составит никакого труда. Тресать эту ткань и обработать вверх. Вот так. Сейчас еще одна покупочка. И будем заканчивать, по-моему, все. Завершить свой обзорчик сегодняшний. Я хочу вот этим вот свитером. С высоким горлом. Нешироким. Вот такой с шикарной вязкой косами. Я его еще не привела в порядок. Но он, в общем-то, практически в идеальном состоянии. Это свитер из стопроцентной шерсти. Я, честно говоря, в первый раз увидела свитер вот такой, вот такой плотности. Вот такой вот очень серьезный свитер, чтобы он был из стопроцентной шерсти. Он нелегкий, он плотный, он такой тяжеловатый. Но он просто идеальный. Судьбу его я еще не определила. Мне в этом свитере неплохо. Он даже не добавляет сильно объемы и не добавляет вот массы тела на вид. И поэтому насчет этого свитера я еще подумаю. Если я его себе не оставлю, а вам он понравился, вы мне, пожалуйста, заходите в магазин, пишите в директ. Все будет там. То, что мне не подошло. Ну, то, что я купила конкретно для вас. Вот так, друзья мои. Я безумно довольна, как никогда, своими покупками за последние два дня. Это магазин Хумана. Два разных магазина из одной сети в нашем городе. Вот я два их посетила. И очень-очень-очень этому рада. Потому что покупки действительно достойные. Покупки действительно серьезные. Ну, что вам могу сказать. Я вас поздравляю с Рождеством. Удачи вам всем. Успехов вам всем. Достижений, исполнения желаний и воплощения планов. Конечно же, давайте будем продолжать общаться. Вы знаете, что делать. Если вам видео понравилось, пальчик вверх. Если вам видео не понравилось, пальчик вниз. Подписывайте, заходите. Нас впереди ждет двухнедельный локдаун от магазинов, от покупок. Я продолжу разгребать свой гардероб и вам показывать, что у меня в закромах еще осталось вами не увиденное. Ну, все. На этом буду прощаться. Всем всего хорошего. Пока-пока. До нового видео. Я вас всех и каждого жду. Пока. Да, еще хочу добавить пару слов о пересылке покупок в Россию. Девочки, сегодня узнала точно. Вчера заходила на новую почту. Новая почта не отправляет посылки в Россию. Отправляют только Укрпочта. Сегодня я специально к ним заехала и узнала. Они отправляют посылки в Россию. Но стоимость посылки не маленькая. Минимальный вес до полутора килограмм стоит 450 гривен на украинские деньги. Это приблизительно 15 долларов. Ну, что-то около того плюс-минус. Я на калькуляторе не просчитала. Поэтому смотрите. У нас есть с вами вариант такой. Вы можете, если вам понравится, в течение месяца-двух накапливать свои покупочки. А потом оплачивать. А я их потом вам в какой-то момент могу высылать. Сразу несколько, чтобы это было дешевле по доставке. Ну, и как-то еще буду какие-то изыскивать варианты. Пока информация вот такая. Для моих подписчиков и покупателей из России. Так что думайте, девочки, пишите. Может быть, у вас какие-то варианты возникнут в голове. Я готова обсуждать, выяснять, уточнять, ходить снова на почту. В общем, теперь уже точно пока. До новых встреч.